Но вблизи, мне кажется, очень сильно. Но вот что-то пошло не так. Я хотела чуть-чуть, потом чуть-чуть, чуть-чуть. Потому что два кота, а бантик, он вообще за двоих ест. И за двоих, наверное, ходит в туалет. Нет, вы посмотрите на этого попрошайку, а. Милочка сидит, скромная такая девочка. Не попрошайничает. А ты что попрошайничаешь? В общем, мама Чолина вела справедливость. Для меня справедливость это важно. Ладно, мои хорошие, пойду я как-то пытаться уснуть. Надо мне. А мне, честно, не нравится, когда трюсся кот. Я не знаю. Я вообще в молодости не была такая противная, как сейчас. Такая сейчас стала противная. Доброе утро, девочки мои. Ой, что на улице делается сегодня. Ой-ой, снег метет. Ночью чуть-чуть мело. И вот сейчас уже утром начинает все заметать у нас. Плюс один градус. Наверное, все это быстро, скоро растает. Ну, не холодно, так я понимаю. Раз плюс один градус. Ну, классно. Ой, как белым-бело все симпатично. Мне нравится. Вот теперь все. Девочки, решила поднакраситься сегодня. Потому что мне сейчас надо снимать Василек посылочку. Думала, краситься, не краситься. Думаю, зачем оно надо. А потом думаю, да ладно. Все равно я сегодня дома никуда не пойду. Накрашусь, сниму. А потом смою косметику. Что-то пошло не так. Я не знаю, нормально накрасилась или нет. Но вроде издалека, вроде нормально, вроде терпимо. Но вблизи, мне кажется, очень сильно. Но вот что-то пошло не так. Я хотела чуть-чуть, потом чуть-чуть, чуть-чуть. Тут подровняла, там подровняла. Отвыкла уже от косметики. Отвыкла краситься. И, в общем, да подравнивалась, что получилось. Вроде как бы яркий макияж. Ну, такой вот макияж, в принципе, вечерний. Вроде неплохой. Косметика Фаберлик мне прям помогла в этом всем. Ну, в общем, ладно. Вроде сойдет. Что я вам хотела сказать. Я вчера хотела начать видео. Я вчера приехала. Но не начала я видео вчера. Потому что села монтировать видео. А оно длинное. И, в общем, много времени у меня заняло. В перерывах там, где что-то загружалось, я порядок себе приводила. И, в общем, не стала ничего снимать. А сегодня уже проснулась. Думаю, так, надо же мне Василек снять. И уже блог надо начинать. Потому что, ну как, куда это годится. После Василька надо блог уже выпускать. Так что, ну, я вчера ничего не готовила. Сварила только куриные там сердечки с ножками, с голяшками. И вот это вот я покушала. Какие-то перекусы у меня были. Вот. Вчера солнечная погода была. Сегодня, что за окном творится. Снег идёт, метелится. Не знаю, сколько там снега нанесёт. Хоть бы это было умеренно. Ну, чтоб не засыпало нам вообще по пояс. Один раз такое было. И я прям, как вспомню, так вздрогну. Такие снегопады. Не знаю, как люди живут на севере. И там, где вот эти снега по пояс. Ну, как говорится, кто, как, где привык. Да, я живу на юге всю жизнь. У нас тут такая аномалия бывает редко. Я даже помню, одна зима была. Вообще я до февраля, наверное, до февраля, наверное, я ходила в кроссовках и в куртке. Было плюс 6, вот где-то плюс 6, плюс 7 там градусов. Была такая температура. Не было снега. Да и сильного ветра такого особо не было, чтобы холодно. Я помню, что я одела шубу только буквально там на 2 недели в феврале. Было как-то так вот снег, мороз. У нас обычно так и бывает. У нас где-то мороз, где прям сильно-сильно холодно. Но это может продержаться где-то неделю-две. И обычно это в феврале. Вот так. Что у меня на сегодняшний день по планам? В принципе, первое номер один, это по планам у меня снять посылочку Василек, смонтировать. Сегодня же надо. В общем, сегодня будет у меня загруженный такой день. Но в перерывах между этим всем посылку ж надо еще пока показать. Потом надо там ее отгладить. Пока надо покрутиться, все это снять. Потом смонтировать, пока это грузится. Все это у меня, например, на это все уходит целый день. Так что я целый день до вечера сегодня буду заниматься этой посылочкой. Но периодически буду что-нибудь включать. Что-то, если буду делать интересное, периодически буду включать. Но вот такую накрашенную вы меня уже, наверное, не увидите. Потому что я, как только отсниму посылку, я сразу моюсь, потому что глаза будут болеть. Вот. Но пока что я пью кофе. Я покушала уже овсяночку. И, в общем-то, готовлюсь, готовлюсь уже к съемочкам. Так, ну, время терять не будет, да? Давайте уже пошла я сниматься. Потом вернусь к вам попозже. Все, отсняла я Василек. Видео обрабатывается. Скоро загрузится и буду я его монтировать. Пока снимала свои веточки лавровые, поставила на подоконник. Ой, а на улице метет и метет. И тут же тает, я смотрю. Лужи, подтаивает. Плюсовая температура до сих пор плюс один градус. Заказала в Васильке вот такой вот махровый халатик. Света пыльная роза. У меня такой же есть, только светлый. И он такой очень светлый. Светло-светло-розовый. И он как бы сливается с фоном светлым. А вот этот вот сливаться не будет. И в то же время цвет приятный, тоже мне нравится. Вот, так что я теперь в этом халатике. Все, косметику смыла. Быстренько только отсняла и сразу смыла косметику. Вот, сейчас пообедала. Поела опять корочку, что вчера сварила. Даже не стала суп варить. Вот, в принципе, я суп не хочу. Не очень-то супы я эти люблю. Не стала туда ничего укидать. Просто поела с бульончиком, с хлебушком и корочку. Вот, но пока у меня там грузится видео, решила посмотреть я видео Кристинки и дочки своей. Я слежу за событиями, которые у них происходят там, пока они в Белоруссии находятся. Вот, я думаю, что они тоже поглядывают. Мои влоги тоже, что у меня тут происходит. Вот, так что я сняла Василек. Я сегодня еще сделала заказик Фабелик. Вот, если мне удастся его забрать пораньше, может быть, даже сюда в этот влог попадет. Ну, а может быть, не в этот, значит, следующий попадет. Так, ну, а сейчас пока, в общем-то, я перекусила. Пока я жду, пока все это загрузится. Сейчас еще какие-нибудь ролики посмотрю. А может, даже фильм. Но фильм уже не успею посмотреть. Какие-нибудь ролики посмотрю еще. И сяду монтировать видео. Вот, в принципе, уже полдня прошло. Уже обеденное время. И, в общем, до вечера получится, что я до вечера буду монтировать посылочку свою. Но ничего страшного. Я так думаю. Вот, кофе еще попиваю потихоньку. Я так думаю, что все равно я еще что-нибудь, может быть, включусь, что-нибудь буду делать. Но это уже потом, когда освобожусь. А может, и не включусь. А может быть, завтра. В общем, я сама сейчас ничего не планирую. Все, время не от меня зависит. Все зависит от того, как процесс движется. Вот, получается, что вчера я... Вот, приехала домой, да. Вчера я целый день видосом занималась. Сегодня целый день видосом занимаюсь. Вот, интересно, что будет завтра. Завтра вечером мне нужно будет уже ехать Денечку забирать из садика. Вот так. Вот так, что, ладно, пошла я дальше. Двигать дальше дела свои. Какой красивый закат. Я только что закончила монтировать видео, поставила его на вывод. А время уже без десяти пять. Вот и день прошел. Вот так вот и бывает у нас. Так все и проходит. На улице прохладненько. Я смотрю, лед. Оно мокрое все. Ну, значит, плюсовая температура. Так же плюсовая, плюс один. Ух, прохладненько. Изябка на улице. Красивый закат. А я включила какой-то сериал. Не знаю какой. Какой-то детектив, расследование. И, в общем, пока выводится видео, буду пока смотреть. Всем доброе утро, девочки. День следующий уже. Я уже проснулась, искупалась, привела себя в порядок. Сегодня я еду к Денечке. Перед этим мне нужно будет заскочить еще в магазин, купить кое-какие продукты. В общем, я потихонечку готовлюсь. На завтрак у меня сегодня мюсли с молочком. Сейчас настаивается пока. Вот. Что я хочу сказать. Вчера вечером написала мне письмо одна из моих подписчиц в Инстаграм, в личку. И очень приятно, что за мной кто-то скучает, пишет поддерживающие добрые слова. Мне очень приятно. Спасибо. Она не одна, не первая уже написала. Еще у меня несколько человек написали. Ну, девочки, кстати, как вариант. Пока у меня выключены комментарии, я уже говорила, почему я выключила их. Временно выключила. Пока дочка не вернется, пока я уже не вернусь в свой дом, чтобы контролировать чистоту в моих комментариях, чтобы там удалять ненужных комментаторов. Вот. И поэтому, если кто скучает, пишите мне в личку, в директ, кстати говоря, в Инстаграм тоже как вариант. Мне будет очень приятно почитать добрые, приятные слова. Я не знаю, это видео у меня может быть будет коротеньким, потому что на самом деле сейчас мне как бы особо нового ничего не происходит. То есть я приезжаю домой, здесь занимаюсь монтажом видео, привожу себя в порядок и оставшееся время могу чуть-чуть отдохнуть. В общем, ничего особенно не наготавливаю, потому что приезжаю на время. там тоже я особо сильно не готовлю, потому что там на время приезжаю. И, в общем, короче говоря, там тоже как бы вот, ну что, одно и то же снимать тоже мне не особо сильно хочется, потому что, что снимать? Поддерживаем порядок, занимаемся с Деней и, в общем, укладываю спать, как бы ничего особо новенького там не происходит. Поэтому повторяться я не хочу, одно и то же снимать не хочу, буду там снимать по чуть-чуть, дозировано там немножечко, может быть, краешком и все. Вот. Ну а для того, чтобы совсем не прекращать снимать, чтобы вы меня из виду не потеряли, поэтому я хотя бы по чуть-чуть, хотя бы коротенькие видео буду выпускать. Ну, что происходит, то и выпускаю. На самом деле так. Вот. Сейчас я после купания хочу немножко отдохнуть. Я почему-то, когда я скупаюсь, все время какая-то уставшая. Кстати, я такая не одна. У меня соседка то же самое говорит. Я, говорит, скупаюсь, мне хочется полежать отдохнуть. Я тоже почему-то вот какая-то уставшая. Сейчас перекушу, позавтракаю, чуть-чуть отдохну, посмотрю пока телек. И потом, а потом что будет? Потом. Ну, потом потихонечку буду уже собираться. Ну, нет, наверное, после обеда. После обеда я буду собираться потихонечку. Мне там, собственно, особо делать нечего, потому что там порядок. Надежда Ивановна также порядок наводит, поддерживает порядок. Поэтому, ну, без дыни там делать нечего. Единственное, что просто чуть-чуть пораньше приеду, чтобы закупить продукты, занести их домой, а потом уже за дыней в садик идти. Вот и всё. Вот. Так что, ну что, давайте попозже я к вам вернусь. Я сейчас пока что смотрю видосы, дочки видосы и Кристинкины видосы. Смотрю, как они гуляют, там в Минск ездили. Мне очень интересно, интересно, как там всё происходит. Классно. Не выглядывали мы с вами сегодня, девочки, в окошко. Плюс 3 градуса. И вот я смотрю, что у нас пока вроде бы как немножко солнышко проблёскивает. Солнышко там где-то видно. Вот. А тут уже, я смотрю, что-то тёмненькая такая туча надвигается. Наверное, пойдут осадки. Ну, дождь со снегом, может быть. Маленький такой снежочек ещё видно. Ну, так как плюсовая температура, ну, будет дождь со снегом и будет гололёд. Ну, не хочется в осадки попасть. В общем-то, мне уже чуть-чуть и скоро выдвигаться из дома. Вот эта вот мрачность мне не нравится. Солнышко, это хорошо. Ну, а я продолжаю смотреть. Уже Кристинкин смотрю ролик. И вот сейчас уже закончится. Буду обедать. Я решила уже пообедать. Вот такой скромный у меня обед. Не захотела я суп варить. Я просто сварила курочку. И вот с бульончиком прям люблю. Просто бульончик попить, курочку поесть и всё. Можно с солёным огурчиком даже. И вот просто не захотела почему-то суп. Ну, покушаю сейчас, пообедаю уже. Вышла я на улицу, девочки. Такие тучи висят. Вот там на горизонте где-то какое-то просветление. Здесь вообще вот прям чернота на небе какая-то. Так, ну всё, пошла. Немножко скользко, но я смотрю, местами песочком посыпали. Так, ну если ветра нету, вроде бы ничего. Здесь ветра нету. Вышла я чуть-чуть пораньше, потому что мне нужно зайти в пару магазинов, продукты купить и кошкам силикогель я хочу ещё купить, потому что быстро он начинает заваниваться. Ну, как быстро, дней на пять хватает, потому что два кота, а бантик, он вообще за двоих ест и за двоих, наверное, ходит в туалет. Вот. Так что, поэтому вышла пораньше. В общем, дома делать мне нечего уже. Я хочу всё купить, занести сумки домой, потом уже идти налегке в садик. Так, пойду вот по этой дорожке. Здесь вроде бы не скользко. Вот. Ну и всё. Неуютная, конечно, погодка, её моё. Ну, что делать? Ну и всё. А что-то меня никто не встречает. Где кошечки наши обычно встречают? Посмотрим сейчас. А котики наши, оказывается, были в спальне, дверь прикрылась и они не могли оттуда выйти. Вот так вот. Купила я котика, силикагель. Обалдеть! 470 рублей стоит. А хватает его, здесь вот 3,8, вот на этих двоих котиков хватает где-то, на неделю не хватает. Дни 5, максимум 6. И надо менять. Дорого. Вы хозяйке обходитесь. А еда сколько стоит? Купила я дыньки, купила я дыньки, яблочки. Вот эти вот яблочки он любит. Сезонные бананы купила ещё. Так, это каша вся, я взяла себе. Купила вот такую зубную пасту. Вроде бы он такой пользуется. Это вот клубничная такая детская. Так, набрала я тут йогурты, пряженки тоже вот такие вот взяла. Творожки, клубничный, вот молочко ещё взяла. Ещё пряженки, творожки ещё, морс, компотик. В общем, короче, набрала, чтобы у него было что-нибудь, угощение какое-то. А, взяла ломтика, молочного не было. Взяла вот такой, попробую дать ему такой. Нет, вы посмотрите на этого попрошайку, а. Милочка сидит, скромная такая девочка. Не попрошайничает. А ты чё попрошайничаешь? Пойдём, пойдём. Иди сюда. Иди посмотрим сейчас. Две миски полные еды. Вода есть. Чего ты попрошайничаешь? Чё надо тебе? Ты чё за мной хвостом ходишь, а? Вот, вот попрошайка, но невозможный. Ходит за мной хвостом, и всё. Ужас какой-то. Я знаю, чё ты просишь. Ему такой корм уже не корм. Ему мягкий корм подавайте. Нет, мягкий корм один раз в сутки. Всё. Мама так сказала. И тот, и обжора Милкину порцию съедаешь ещё. Вот она девочка скромненькая и не просит ничего. Тех, кто не просит, хочется угощать. Дала я всё-таки мягкий корм. Я не знаю, давалась сегодня утром Надежда Ивановна или нет. Короче, я взяла, половину положила этому бантику, половину положила в другую тарелку. Так Милка даже и прям боится при нём есть, я так понимаю. А он же пока всё не слопает, не даёт ей подходить к кормушке. Я взяла, разделила их дверью. Ванную поставила. Вот, наелась, милочка. Наелась, деточка. Всё, выходи теперь. Всё. Чуть-чуть оставила, но, по крайней мере, спокойно поела. Никто у неё не отнимал вот эту еду. Вот этот жадный барбос и свою любит поесть, и не свою любит поесть. Она прям при нём боится подойти. Пока он не наестся, пока не отойдёт от кормушки, она сюда не подходит. Вот, пришёл в дом котяра. Толстый уже, вон какой, жирный барбосина. В общем, мама Чёллина вела справедливость. Для меня справедливость это важно. Я лучше им обои мне там есть, а если дам, только так, чтобы и один поел, и второй поел. Чтобы милочка не была в ущербе. Вот так. Мне жалко девочку маленькую. Всё, погнала я в садик. Вот такой у меня прикидик. Выходим. Всё, мы с Денечкой идём домой. Забрала Деню садико, да, Пень? Идём домой. На улице тихо. Хорошо, что нет ветра. Нормально, значит, не холодно. Тихо, значит, не холодно. Смотрим с Денечкой мутик, губа. Денечку я искупала только что. Садимся ужинать. Деня макароны с мясом. Я макароны с сосиской ем. Сейчас покушаем и в 8 часов пойдём в спальню. Будем потихоньку укладываться. Всё, мы покушали. Все покушали. вот этот вот кот. Вот этот вот котяра тоже покушал. Денечка уже кушает яблочко. Скоро пойдём спать. Милочка тут упряталась. Спит, детка. Спит маленького. Скучает за своей хозяйкой. Да, Кишка? Грустит она. Грустит. Кто? Добавил мне... Почитаем книжечку, Нет, это мой. А, ты хочешь как в мультике, да? Отдай, отдай. Ну ладно. А я отдаю, да? Не дам. Нет. Всё, девочки, Деню я спать уложила. Он уснул быстро довольно-таки, ещё 9 часов не было. Без четверти 9 уснул. Я лежала-лежала, и мне что-то не спится. Но я так рано ещё как-то не привыкла ложиться. Сейчас время 26 минут 10. Мне что-то не спится. решила чуть-чуть поболтать с вами. Только вышла из спальни, опять этот бант вокруг меня вьётся. Вообще невозможно. У меня когда-то был кот, и вот такой же был. он ещё и мяукал постоянно, орал, постоянно просил что-то жрать. Я не знаю, такой вот тоже. Он меня бесил просто. И он потом как-то убежал, я прямо аж перекрестилась и зареклась больше не заводить никаких котов, потому что, не знаю, это не моё, наверное. Особенно когда вот ходит попрошайничает, что-то просит и просит. Вот. А Даню спать уложила легко. Он сегодня такой вежливый, я не могу. Он за целый вечер, наверное, раз десять мне сказал спасибо. Кушать будешь буду? Я ему поставила карелку, говорю, ну вот иди кушай, садись. Спасибо, бабушка. Яблоко будешь буду? Сел яблоко. Спасибо, бабушка. Ну, что ему там не дам? Спасибо, спасибо. Думаю, о, где-то научился уже так прям постоянно спасибо, такой прям вежливый и все. Вот. Лежит, смотрит на меня котяра. Вот. А потом уже говорю, пойдем спать. И мы только в спальню заходим, он говорит, чистить зубы и спать. Я говорю, ты хочешь зубы почистить? Да. Ну, пойдем почистим. пошли, почистили зубы, легли. Вон еще я книжечку еще полистаю. Ну, хорошо. Полистал немножко книжечку. Ну, там книжечка такая, не для чтения там, картинки. В общем, полистал, полистал, потом, значит, лег уже спать. Я вот думаю, надо поискать. У них тут целый ящик книг каких-то. Надо посмотреть, какую-нибудь, может быть, найти со сказками или купить. какие-нибудь такие сказки. Вот, ну, не знаю, посмотрим, какие там сказки. Такие попроще, наверное, детские. У меня, может быть, даже и дома есть, не знаю, там, Настина. В общем, посмотрю или куплю или найду. Надо книжку со сказками и с картинками цветными найти или купить и, в общем, перед сном ему там чуть-чуть почитать сказки. А вот будет интересно. Вот, ну и все, девочки. Вот так вот вечер скоротали. В общем, все нормально. Скупала, все накормила ребенка, спать уложила. Утром надо в садик отвезти, завтра вечером уже будет бабушка другая. В общем, мы с ней чередуемся. Она что-то там новое ему, я что-то потеку-лику. Ну, ничего, так вечер спокойно прошел. Вообще, когда он в садик ходит, это хорошо, он там набегается, наиграется, и вечером он уже спокойно в садике. Когда он целыми днями дома, конечно, он тут начинает уже ходу, но он ходить ему скучно. Ладно, мои хорошие, пойду я как-то пытаться уснуть. Надо мне. Что делать? Делать нечего. Телевизор включать не хочу уже, смысл какой включать. Допоздно сидеть не собираюсь. В общем, пойду, лягу, буду пытаться уснуть. До завтра уже с вами. Ну, что ты ходишь за мной хвостом, а? Еда в тебе есть, все есть. Ну, что? Вот это вот, вот это что за хвостик такой ходит и ходит за мной. В общем, девочки, безобразие вообще страшное. 23-22. Я не могу уснуть. Я кручусь, верчусь, и меня бесит то, что я не могу уснуть. И вот я вот уже вышла тут вот, чуть потусить, и вот этот хвост за мной ходит. О, вот лежи лучше и не ходи. Я не знаю, кому-то нравятся кошки, когда трутся, меня это раздражает. Я не могу с этим, с этим ничего не могу поделать. Кстати, нашла я, у дочки нашла вот этот вот спрейчик для сна. Надо будет пшикнуть и попробовать еще лечь, полежать. Сейчас я немножко тут потусю. Я включила чайник. У меня есть кофе без кофеина. Я, может быть, сейчас этого кофе пополню. Все равно не могу уснуть. Это сколько я уже кручусь. Елки-палки. Больше двух часов, два с половиной, три. Ну, три часа, как уже, можно сказать, Дэни уснул. Я вот тут маюсь. Да, чайник не хочет выключаться сам. Главное, что я только вышла сюда и мне в Инстаграм пришло сообщение, а у меня я громкость не убираю на телефоне, потому что может что-то важное сообщение прийти, там, будь Диму включен и так далее. Но когда ложусь спать, думаю, только мне никто ничего не присылал, никаких сообщений, ничего, потому что у меня телен-телень, но оно как-то громко это все происходит. И сейчас только вышла на кухню и слышу, что-то какое-то сообщение пришло. написала мне подписчица в Инстаграм Альбина Иванова и пишет, ну, хорошие слова, написала, добрые, поддерживающие. Альбиночка, спасибо за такие слова. И пишет, что у нее 22-го день рождения, 22-го января. А я вспомнила, что это видео, мне как раз оно должно выйти 22-го января. Так что, Альбиночка, я тебя поздравляю с днем рождения. Как раз вот видишь, к твоему дню рождения это видео и выйдет. Спасибо. Хорошее написало письмо мне. Некоторые девочки мне в личку пишут, Альбина пишет, что никогда комментарии не писала, специально подписалась на Инстаграм на меня для того, чтобы написать мне письмо. Вот. Да, мне очень приятно, что, несмотря на то, что комментарии сейчас временно закрыты, что люди пишут мне в личку и меня поддерживают, чтобы я продолжала снимать видео, меня вдохновляют. Вот. А я сегодня сейчас лежу, как раз лежу, лежу, кручусь, верчусь и начинаю уже нервничать, что я не могу уснуть, начинаю психовать и думаю, сейчас я выйду, сейчас кот начнет приставать к моим ногам и начинаю думать о том, о другом, думаю, вот сейчас, если я сейчас начну жаловаться подписчикам, сейчас опять напишет кто-нибудь, что вот, что вы все время недовольны, что вы все время жалуетесь. Девочки, подушка не моя, здесь куча подушек, я пересмотрела все подушки, ни одна подушка мне не подходит. И вообще, вот обстановка, когда не дома, да, потому что я дома, если не могу уснуть, это не проблема, как бы я могу встать, я могу телевизор посмотреть, я могу, не знаю, кушать, приготовить что-нибудь, кофе попить, уснуть попозже, ну, то есть, как бы у меня это, этот вопрос у меня решен уже с бессонницей, а здесь, а здесь нет, здесь надо тихонечко, даже в другой комнате тихонечко нужно говорить, ребенка не разбудить, из спальни выйдешь сюда, здесь вот этот вот кот трется в мои ноги тоже, а мне, честно, не нравится, куда трется кот, я не знаю, ну, я вообще в молодости не была такая противная, как сейчас, такая сейчас стала противная, но я стала очень, не знаю, чувствительная, нежная, не знаю, какая, в общем, у меня какая-то своя зона комфорта, и вот если она нарушена, и мне это не нравится, я вот, как бы, выходя из дома, я ухожу из зоны своего комфорта, да, вот, ну, и вот в чужом доме не люблю ночевать, и тоже, как бы, подушка должна быть мне моя, мне нужно свое пространство, чтобы я могла вертеться, крутиться, а тут я с ребенком лежу, ну, то есть какие-то вот свои какие-то неудобства, и вот я как бы брюзгаю сама и думаю, господи, какая же противная бабка, сама по себе, ну, а что делать, наверное, бабки все такие противные, ну, становятся люди в старости, уже более какие-то, ну, более недовольные многим вещами, как их раздражает, да, вот, ладно, ну, я сейчас не буду много набалтывать, а то, вроде как, видео маленькое должно было быть, а то оно получится очень глимно, вот, я утром, Дэнни должна в садик отвезти, и, в общем, поехать домой, надеюсь, что все будет как положено, и сразу буду монтировать это видео, чтобы на субботу его поставить, это видео, вот, вот, а сейчас, 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 сейчас немножечко слабенький такой сделать, что-то горяченького хочется, но чая точно нет, а вот у меня есть кофе без кофеина, и я сейчас чуть-чуть его такое легкий-легкий сделаю, тепленького попить, вот, и пойду, буду пытаться опять уснуть, нужно, ну, нужно как-то поспать, конечно, было бы я дома, было бы совсем по-другому, я бы, вот я даже телевизор здесь включить могла бы, но не хочу включать, я боюсь, что я, во-первых, ну, как-то мне даже смотреть телевизор здесь некомфортно, боюсь, что ребенок может проснуться, ну, как-то вот, что-то не так, не то, дома как-то там совсем по-другому, дома я, там я, и вокруг меня мои стены, и все, я никого, никого не боюсь там никак беспокоить, самое главное там это я, а здесь вот главное у меня ребенок, и вот эти вот еще тоже в Арбусину, но мелко она как-то там где-то вон она села и сидит себе, она никогда не лезет, а этот просто вообще парень, вот я про кота говорю, вот, ладно, девочки, еще одна попытка, короче, пойти уснуть, доброе утро, доброе утро, девочки мои, мы проснулись, поспали хорошо, спокойно, я немножко повертелась и уснула, и в общем, до будильника спала, а сейчас мы собираемся в садик, сейчас собираемся, потихонечку идем в садик, темно еще, мы идем в садик, да, Дэнни, да, да, кто-то спрашивал, а что у вас, темно еще, да, девочки, у нас еще темно, 8 часов у нас рассвет, а мы идем сейчас с полвосьмого, вот, так что, Дэнечка проснулся в 6 часов, ну, начало седьмого, но он выспался, он рано вчера уснул, вот, поэтому мы так потихоньку, не торопясь, умылись, зубки почистили, оделись и вперед, и в садик, вот он мой зайчик, все, настроение хорошее, самочувствие хорошее, все хорошо, ну, все, девочки мои, Дэнни в садик я отвела, встану так, все хорошо, погода хорошая, прям ветра нету, снежочек, чуть-чуть кружится, летает, я на этом хочу видео свое закончить, и поеду сейчас домой монтировать его, а то, что я уже буду делать дома сегодня, это я уже начну другое видео, и уже увидите в следующем влоге, ну, и на этом всем пока-пока, 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 Продолжение следует...